приветики приветики мои дорогие вот такая я домашненькая вот в укромном моем темненьком уголочки с глазиком своим уже отремонтированным здесь у меня хрусталик есть а здесь еще нет поэтому я такая знаете 1 окая сегодня я решила видео сделать четкое конкретное знаете как раз два три четыре через что вам придется пройти если вы решились на замену хрусталика это будет очень сжатое видео где я буду вам рассказывать через что я прошла я сейчас возьму все бумаги которые у меня там и я вам буду говорить цены и буду говорить поочередность через что я проходила хорошо сейчас пойду возьму бумаги так вот я с бумагами очень здесь много очень всего много и давайте я начну с самого начала все потом давайте самого начала значит вы приходите и у вас проверяют зрение просто проверяют зрение расширяю зрачок проверяют зрение как на выписку очков например вам линз да вы платите за это 800 с лишним гривен давайте так я вам буду по максимуму говорить просто доллары до 35 долларов вы платите но это я округляю в плюс 35 долларов вы платите как только пришли в эксимер я вам говорю только про эксимер это никакая не реклама ни в коем случае это я вам говорю где была я все значит вот я была в эксимере в одессе дочки я корректировала зрение в киеве возвращаюсь опять к первому дню я прихожу мне проверили зрение потом меня после зрения вызывают давление глазное проверяется там сетчатку потом я смотрела не хочу забегать вперед проверили глазное давление проверимое зрение проверили что у меня как и за диагнозом ты идешь к врачу захожу в кабинет и мне спрашивают вообще по какой причине вы пришли и что вы от нас ждете я говорю я хочу снять очки то есть я хочу быть без очков ну и мне сразу сказали что если вы хотите забыть про очки то мы вам предлагаем операцию операции это стоит пятьдесят шесть тысяч гривен сейчас все падает сказать что я была в шоке это ничего не сказать но об этом я говорила в прошлом видео про все свои эмоции поэтому давайте сейчас только я вам буду говорить факты и буду говорить вам данные которые я узнала и через который вам придется возможно пройти или просто баба заинтересуется на в украине и так четыре с половиной тысячи стоит два глаза замена хрусталиков в моем случае девочки мальчики это в моем случае потому что у меня очень сложные сами по себе всегда линзы были очень дорогие сложные потому что у меня астигматизм и у меня еще возрастная возрастное изменение хрусталика я сейчас вам скажу где мне сказали диагноз смотрите читаю вам начальная катаракта смешанный астигматизм периферическая хореаритинальная дистрофия сетчатка обоих глаз и пресбиопия пресбиопия мне сказали это возрастные изменения ночью дистрофии пресбиопия астигматизм в общем язык поломаешь от этого всего но я вам прочитала вы поняли значит глаз дальнозоркость у меня на 80 процентов вернее далеко я вижу до 80 процентов близко у меня все расплывается все сложно даже в очках так дальше что и дальше проходила после того когда я сказала что я хочу делать операцию вот я еще не знала про цену то мне нужно было пройти укрепление сетчатки так по поводу сетчатки обоих глаз что я вам скажу мою сетчатку глаза проверяли вот такие вот картиночки были вот такие картиночки были и вот они их там очень много разных для того чтобы мне это все проверили я заплатила 35 долларов тоже дальше мне нужно было укрепить после этого узнали что мне нужно укреплять сетчатку глаза для того чтобы делать мне лазерную лазерное удаление хрустальника и да и как бы установку хрусталика искусственного так для этого укрепляется сетчатка это стоит около 350 долларов внутри 300 долларов где-то как эта процедура происходит сейчас вам скажу вы приходите открываете вот так глаз вам туда в глаза со силиконовая такая присосочка да с гелем намазанным и тебе туда его в со будет в этот глаз и потом потом начинает ярким светом я где-то даже покажу вам у меня аппарат этот я засняла здесь у меня укрепляют сетчатку глаза здесь лазером вот такой аппарат быстренько пока нет врача вам снимаем ярким светом тебе идут вот так по кругу по кругу по кругу по сетчатке по всему вот этому глазному яблоку лазерем что она говорила делается это это спаивается в тонких то напаивается как бы в тонких слоях и напаивается вот так вы утолщается она наверное я буду говорить домашним языком извините меня для чего укрепляется сетчатка потому что идет все равно какое-то воздействие на сетчатку при замене кристаллика для этого сетчатка должна быть подготовлена да ни в коем случае она не должна быть больше повреждена в этих тонких местах поэтому ее на всякий случай в большинстве случаев как мне врач говорил ее укрепляют я говорила да что проверка стоит 35 долларов сетчатки толщины сетчатки а лечение это проходит за 300 350 долларов это где-то 10 минут один глазик 10 минут второй глазик это очень неприятное и ощущение такое что тебе на него дави двумя пальцами это неприятно но выдержать можно дальше что вы копаете какие-то капельки на сколько то там времени пьете какие-то таблетки потом две недели должно пройти вы приходите на проверку проверяют ваши сетчатку постоянно копают вам эти расширяющие зрачки капли это я уже устала от этого всего это конечно все это все это очень муторно но зато вы знаете для чего и вы это все делаете так проходит две недели у меня назначение на операцию за неделю или хотя бы за дня 4 вы должны заплатить за хотя бы один глаз который вам решили делать мне врач сказал что нужно делать левый первый это его выбор я заплатила за операцию так как у меня была десятипроцентная скидка и у меня вышло это две тысячи долларов до этого до этого что вы должны сделать вы должны сдать анализы а значит общий загальны загальны давайте на русском буду говорить общий анализ крови анализ крови на сахар рб реакция вассермана потом на гепатит b потом на электрокардиограмму я делала ну и потом я делала антитела коронавируса но обязательно вы должны пойти к стоматологу и стоматолог должен проверить ваши зубки написать что полость рта санирована все все и помимо вот этой цены которые я вам сказала за операцию еще вам нужно заплатить будет анестезиологу 750 гривен можем опять гривен и я вам скажу что это около 5 30 долларов так все сказала да значит приходит день операции приходит день операции вы приходите одеваете бахилы потом что дальше давайте выбор силы проводят вас в предоперационную заставляют вас идти в туалет сейчас и видео заканчиваю привет заставляют вас идти в туалет вы потом идете уже впредь в предоперационную одевают на вас их маску, вы свою снимаете, раздевают вас до трусиков, лифчиков, мужчин просто до трусиков, одевают на вас халатик, одевают еще одни бахилы на бахилы, высадите еще пред-пред-пред-пред операционную, закрываете глазки, вас там капают, проверяют, проверяют вас на аллергию, видимо, на аллергию каких-то обезболивающих, потом берут кровь с вены, потом проверяют давление, опять вас капают, опять капают, вы полтора часа там сидите с этими закрытыми глазами, вам постоянно капают, капают, и у меня, наверное, скоро будет аллергия на сам эти капли, я сейчас до сих пор капаю постоянно, потом уже перед операцией самой, наверное, минут за 10 вам какой-то заносит гель в обильном количестве, потом через время вам опять его заносит, потом открывается зловещая такая дверь, понимаете, говорят, твоё имя, фамилию, пожалуйста, заходите в операционную, заходите вы в эту операционную, там огромнейший-огромнейший аппарат, кто проходил МРТ, знает, он, наверное, два раза больше, но вас туда не вовнутрь закатывают, да, кто проходил, например, МРТ головного мозга, она такая лежать, такой лежак сбоку, вы ложитесь, врач был такой двух метров роста, такие плечи у него тоже, такие двухметровые, очень много людей, все в масках, ты ложишься, с тобой все строго, все жёстко, тебя берут, поворачивают, подними, то все, открой, смотри туда, 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 в общем, все очень так, достаточно жестко, достаточно строго все, ты ложишься, тебе говорят, как можно шире открыть глаз, а ты уже его и не чувствуешь, уже не понимаешь, как его там шире открывать, опять тебе что-то туда засовывают, направляют опять этот свет, я, честно, я уже не могу, на свет у меня уже реакция тоже, за, можете представить, за две недели, я столько с этим лазарем уже наимела дело, тебе опять направляют свет, три таких точки, которые я долго буду помнить, и нужно постоянно на них смотреть, ты уже устаешь на них смотреть, ты на них смотришь, 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 больно смотреть, устаешь смотреть, потому что это очень яркие три точки такие, А потом раз, в это время, да, в это время до того, как раз в это время тебе что-то там жжёт, тебе что-то там печёт, тебе что-то там делают в этом глазу. Вот, у меня руки постоянно вот так вот я руками делала, зубы так сжала. Вот, и потом, в общем, короче говоря, ты раз в какой-то момент ты не видишь этих трёх точек. И вот этот момент, это для меня было просто блаженство. Но я поняла, что я слепая. Вот, я поняла, что я в этот момент я ничего не вижу, потому что мне раздробили мой хрусталик, и его весь извлекли, раздробленный мой хрусталик. И пока ещё не ввели мой туда хрусталик искусственный, вернее, не мой, а искусственный хрусталик. В этот момент я была слепа. Вот это 30 секунд, это было просто блаженство, потому что было темно. Мне было так комфортно. И потом, вы знаете, так интересно, как будто бы начинает биться опять сердце. Я начинаю со стороны, где-то сдалека, сдалека, сдалека видеть опять эти три точки. Они такие туманные, 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 они становятся ярче, 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 ярче. И потом опять они такие яркие становятся, и мне опять больно на них смотреть. И в момент, когда вот эта слепота такая, тебе что-то воду наливают какую-то, тебе что-то делают на глаз, так комфортно было с этой водичкой, что-то мне там наливали, чистили, что-то как-то вот так вот делали-делали. Вели этот хрусталик. Он говорит, вы видите точки? Я говорю, вижу. Сколько точек вы видите? Я говорю, три. Все, время пошло, зрение восстановилось. Давайте я так, чтобы чуть-чуть вам, как бы, вот эту такую серьезную тему, разбавить юмором, я чуть-чуть вам расскажу, я же не могу без юмора. Я немножко расскажу, какая это была ситуация, когда я увидела эти три точки. Ну, у меня до того, как начали делать операцию, мне наложили такую очень тяжелую резиновую клейкую такую ткань на меня. И, естественно, был виден только один глаз для них, им остальное, естественно, не надо. Его очень жестко так промазали чем-то, еще чем-то полили, еще чем-то помазали. Вот. И вот эта клейкая пеленка такая, она мне заклеила и рот тоже. Ну, я как бы не туда, знаете, все, внимание же на глаз. Ну, и врач, когда вот это я вам рассказывала, спрашивает, вы видите свет? Я говорю, да. Вы видите точки? Я говорю, да. Сколько точек вы видите? Но я не говорю, да. Я говорю, у меня же так рот заклеен, а они тоже не знают. Он говорит, сколько вы точек видите? А я не могу сказать, я ему пытаюсь показать, а я же не вижу, что я там показываю. Он говорит, вы не можете сказать? Я такая говорю, у меня рот заклеен. И, короче говоря, они понимают, что у меня заклеен рот. Они снимают эту пеленку, которую у меня была, которую они мне положили на лицо. И заметили, что у меня заклеился рот. Но рот, конечно, заклеился очень мощно, потому что мне отклеивали очень-очень-очень сложно. Все, конечно, хохотали, ухохотывались. Вот так вот операция моя закончилась. С заклеенным ртом. Кстати, с заклеенным ртом и наполовину с заклеенным носом. Хорошо, что я одного на зря дышала. Было сильно тяжело, но тогда мне было не до этого. Скажу вам больше. Ровно через сутки мне стало легче. Было утром очень сложно. Я вставлю вам сюда видео, как мне было тяжело утром. Так, всем вам привет. Сегодня у меня второй день после операции. Я не могу даже глаз открыть. Все течет. Я, правда, его закапала. Сейчас постараюсь на вас посмотреть, зайти в темное место. Постоянно нос течет. Сейчас зайду в темное место на кухне здесь. Постараюсь открыть глаз немножечко стрёмно. Раз, два, три. Ой, стрёмно вообще. Ой, господи, он так режет. Короче. В любых состояниях не забывайте, что это состояние временное. Хорошо? Через это надо пройти. Мне сейчас еще ехать надо на эту проверку. Я сейчас буду вызывать такси. Девочки, я хочу, чтобы вы понимали, что любые вещи, через которые вы проходите, вот они всегда вас вводят в такие состояния, которые нужно выдерживать. Сейчас, например, да, вот я немножечко тяжело, потому что глаз, потому что не могу смотреть, но глаза. Я не могу не идти, ничего, да. Я как бы, я иду, я один глаз открываю, но это все больно. Только для того, чтобы вы понимали, что я не всегда такая вот веселая, и все у меня так охранительно хорошо. Вот прямо всегда. Бывают по-разному абсолютно. Вот. Но вы знаете, я встаю с колен. Вот. Даже иногда бывает, жизнь опускает ниже. Ты плащмя лежишь где-то там на дне. Ты берешь и со всех сил встаешь. Вот. И потихоньку, потихоньку, потихоньку начинаешь двигаться. Потом ты видишь, что ты летишь. Вот. Вот так же примерно ситуация со здоровьем. Да, решила что-то сделать, оно тебе так... Хуяк тебя и туда, на дно. Но ты знаешь, что день второй, третий, и твой глазик откроется, и ты восстановишься, и ты будешь порхать. Вот самые такие сложные моменты. Вот, например, как у меня сейчас такое некомфортное состояние, но я знаю причину, и я знаю, что все будет хорошо. Вот такие состояния, старайтесь не опускаться. Вот. Проревелись. И вздохнули, и поперли дальше. Сегодня всего лишь второй день после операции. Что я хочу? Да? Мне нужно быть просто сильнее. Вот так вот. И тут уже не смотришь ни на красоту, ни на что. Давайте попробую еще открыть два глаза. Вот. Открыла. Сложно. Какие состояния такие после операции, как будто бы режет у вас глаз? Первое. Второе. Свет невозможно вообще реагировать на свет, невозможно. Я ехала в такси за крытыми глазами. На следующий день я ехала опять за крытыми глазами. Утром все сложно открывается, очень все сложно. Сейчас я закончу видео. Утром очень все сложно открывается. Глаз же трогать нельзя, промывать его нельзя, умывать его нельзя. Может быть, можно было водой, но я очень боялась. Все хорошо, все нормально, вы не бойтесь. Ровно сутки вам надо, чтобы вы потом смотрели на своим глазиком, смотрели уже на то, что вас окружает. Так что все хорошо, все классно. Самое главное, быть уверены, к какому доктору вы идете и в какую клинику вы идете. Скажу честно, мне не советовали идти в институт Пилотова, делать операцию. Ну, вот как-то так. Ну, все, пока-пока. Всего хорошего. До следующих встреч, до следующих тем. Пока. И будьте здоровы.